по тормозам я назначил их можно краткове именно нажимать чтобы поворачивать ну это как бы как тебе удобней просто поворачивать смотри тут такая система ручку давишь на себя или если она у тебя в центре ровно то тогда у тебя колесо блокируется задняя и ты рулишь педалями но максимум на 6 градусов левый шаг градусов вправо на 3 а я про тормоза кратковременно развернуться когда когда месте на отпустить ручку да 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 правильно это лучше тормозами делать начинать вращение и останавливать вращение лучше тормозами так 5 градусов обязательно руль направлению насчет и мирование у тебя что у тебя твист или у меня качалка качалка но я думаю да идеальируйся до триммируйся вправо на 5-6 градусов но больше ничего не тримаешь ими потому что я мышка выгручиваю control-t я не помню честно говоря а ты 5 градусов не выставляешь да у меня на джойстике триммер рудера там мышкой так у меня тоже крутил это дохрена и рули направлении рули до мышка мышка триммируйся пом control z control x да нет я просто не могу повесить на ось примера нет control z control x не не трогай это не то я на кнопке повесил а на ось не надо двешить триммера почему это удобно удобнее кнопками на на ось это будет очень очень резко и чуть-чуть от триммируешься уже выше коляна ладно хорошо потом настроены все на кнопочки чтобы все равно радовать включаем обогрев пулеметов и пвд хорошо бы надеть это справа два тумблера там где включали как эмулятор и генератор да я помню где то в этом взлетать безопаснее без за ганг хэд до короче парампе тот хит а да учил а потом рак рецептам не надо включать прицел зачем нам прицел не знаю у нас нами x лазика нападет понятно он включит прицел короче говоря далее можем разориентировать горизонт вот но но покрутить крутилку против часовой но это как бы по желанию ну вообще лучше наверно зариентировать потом я лично огни включил а ты как хочешь огни это остальные два тумблера справа такие ближние к тебе они вниз это тускло вверх это ярко навигационные огни когда взлетать будешь ты знаешь да надо ручку на себя держать до 80 90 миль после чего отпускаешь ее где-то на 80 90 милях отпускаешь ее в центр и просто смотришь чтоб самолет пряменько летел если начнет подпрыгивать и опять сажать садится тут и чуть-чуть на себя ручку даешь чуть-чуть и он у тебя подлетает то есть не нужно давить на себя там от себя просто главное прижимай колесо до 80 миль в час заднее колесо прижимая а дальше уже он у тебя сам взлетит его мешать не нужно все все можно начинать тормоза зажимаем да нет без тормозов прибавляй плавно смотри 20 потом 30 прибавляй потом 40 и до 50 на 50 дюймах будем взлетать больше не надо давать так чего вместе взлетаем и к конечном покажу я вас могилочка аккуратно 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 аккуратнее 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 а теперь надув 40 ставь поставил да да так теперь ставишь обороты плавненько но аккуратно поставь 2 700 аккуратно смысле ну поточнее постарайся это не понял у меня прыгает почему-то обороты обороты прыгают но все подожди аппарат какой-то был подожди потерял скорость чувствовать 40 на 2 на 2 40 наоборот увеличил не умирает почему-то а ты этот р повод убрал награде на 2 700 поставить обороты сколько у тебя он у меня не набирает обороты обороты сколько обороты 1500 падает такие 1500 удовер по воду упор от себя по воду да 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 так надув сколько я на максимуме на 2 40 сайт сажать сажать и падает я чё то не понял что за фигня тарелем да перегрелся походу а в каком моменте перегрел на отрыве что ли ну надо следить за температурой я потому что мы взлетали на очень сидящем режиме на 50 дюймов сейчас я к тебе туда сяду на это дело конечно да это у всех все время надо следить за температурой воды смотреть все время за температурой масла двигатель наверно перестал ровно работать до перед этим перед всем он я же говорю сколько скачок обороты увеличились потом резко упали и все и он стал даже на региона ряд ничего не было даже честно говоря не знаю что это а это потому что у меня радиатор кул он был в нижнем положении мне кажется из-за этого может газу ну не знаю я плавненько давал нет нет кул радиатор когда в нижнем положении серёга с полосы ой андрюха с полосы да не волнуйся тебя я сажаю я тебя вижу ты вообще там в километре от меня ты опять перед тем как включить аккумулятор серёг нужно отщелкнуть радиатор водорадиатор борт температура масла скалаши гола у меня 70 так такая еще и температура оператора нет нет строя прибор масло масло у меня масло шкала где дач 6070 наверное зеленый начало зеленой отлично все значит а полностью готов за за запомни перед взлетом обязательно это посмотреть иначе после взлет видишь отказывает двигатель и я и все катастрофа кулон темпричи обязательно смотрим что было с запасом если уже в красной зоне то взлетать придется очень аккуратно постепенно постепенно выводя там до 45 максимум 50 то есть чем больше даем на чем чем больше разгоняемся тем больше даем надува но ни в коем случае надув не даем вперед разгона иначе обдуву не будет а мы перегреемся опять нога это все в россии по привычке газового упора и как вы лепли а такой нету не то я токас дальше дальше а потом видишь я не привыкшу отрыв такой сразу вверх да я одна ручку отпустил и ждешь пока он залетит он сам сам штурмляж направления педальками да да или ронами педальками единственное что он может сделать начать подпрыгивать и опускаться обратно но то в этом случае ну да в этом случае просто чуть-чуть ручку на себя дал он чуть-чуть буквально поддернул его чтобы он поднялся и все дальше уже летим после взлета после разгона до 150 миль даже до 160 надув ставим 40 обороты 2700 вот ночью давай ладно побежали на ручку на себя да не пошли педальками корректировать чего так мало разгоняйтесь юмор юмор чё блин чего тут так маленько делается я вас обогнал блять ой 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 скорость скорость ой 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 почему у меня так редко вверх отрывал я и я делал армии бабай потому что ты закрылками нет процент блин точно нечего про закрылки не рассказал что ясно нет нет я пропустил видишь закрылок не было у тебя я проверял да я тебе говорю почему ты отрыв такой герку видишь как сложно все а все сразу андрюха ты ему рассказал что ручку на сотке надо от себя дать я как раз ты вот про это забыл как раз хотел сказать правильно сказал как раз именно из-за этого у тебя сейчас вот эта ката катастрофа катастрофа получилась как раз из-за того что ручку не отпустил и он у тебя подлетел так ладно сейчас попробую еще раз что то блин и ездит так это выстав да и с надувом ты конечно не это самое неправильно работал надувом я еще не чувствую даже вроде не постепенно и рывка рывок резкий рывок правильно потому что двигатель внутреннего сгорания у него же на определенных оборотах мощность возрастает притом резко крутящий момент мощность у него все эти параметры есть короче говоря сейчас следи на взлете главное за надувом чтобы надув был положено 50 плавно выводи до 50 вот знаешь как я вывожу я вывожу значит даю 20 начинаю трогаться там 25-30 начинаю трогаться после чего 35 потом 40 ну так не рывками 2 ну плавно да то есть довел остановил довел остановил довел остановил довел остановил довел до 50 все и так и оставил и вот таким образом я разгоняюсь так кстати и x по моему все сделал я вообще мне кажется что вообще мало тяги дали я нормально потому что особо 40 ну да я потом сразу полчинник поставил и обогнал должен если взлетает с нами ты должен ориентироваться по тому кто перед тобой такая уже энергию набрал уже уже быстрее быстрее все я вас обогнал и хочу что вас не старанил посерединке прошел это плохо плохо что ты так сделал ну чё я тоже сначала втопил а потом смотрю блин на серёга не едет ну и я тоже убрал надув я прибыл же я вперед на диспозицию а вот а вот вижу вижу вождь смотри за температурами сервера олег я вижу нормально а я посерединке также встану нет уже нагрелся двигатель нет можно нагрелось еще температура воды у меня только тридцать но правильно я уже третий раз сажусь а если третий раз буду сейчас взлетать выруливай пока будешь выруливать все прогреется а может не показать глушитель в принципе не 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 можно будь на оборотах 1200 1300 примерно у тебя будет обдуваться радиатор будет работать охлаждающие помпы всякие то есть все будет то что нужно давай икса объедем он похода да вы снимает видюшку вперед да вперед проезжайте что чуть дальше еще андрюха ты слева да да я слева я вот на этом с шашечками понял да да вот так нормально серёг ох 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 так ну все теперь главное соблюдая надув доводишь надув смотришь скорость надув долго не тяни с выводом надува просто довел плавненько до 50 и едешь смотришь на скорость скорость с стукнула 80 подъезжает уже к 100 все отпускаешь ручку он поднимает хвост уже значит ты считаю уже практически летишь ждешь пока он оторвется если он начинает прыгать чуть чуть поддаешь ручку все включил подогревы да разоритировал горизонт а нет сейчас можно также сбросить эти самые предельные перегрузки на акселерометре чтоб потом в конце полета посмотреть бросил все готовы можешь включить оно а включил вижу ага ну побежали поехали блин надув 50 ручку отпусти ручку отпусти но он 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 не все нормально держи держи прямо держи прямо подлетай все-все-все-все-все-все-все-все-все выпрямил шасси шасси убираем надув 40 как 40 выставишь скажи выставил блин не надо руб теперь обороты корректировать корректировать и оно и и и и и и ручка ручка микс чаран то есть м на ран так оборот это до до упора выдвигай ручку рпм до упора от себя а то выдвинута выдвинута а ты уверен что у тебя обороты 2 700 27 у меня все уже опять этот рывок скачок у меня температура все нормальная никуда не за сколько у тебя обороты обороты у меня 1200 ручку рпм до упора выдал помни да 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 тоже не его плодом падает все а надув сколько его двигатель умирает надув 35 а дай до упора ручку надува выпускает что такое случается я не понимаю что то где то не включено что ли ведущие не говоря тоже не понимаю чем проблема у май а у тебя перец летом температуры какие были вообще все в зеленой зоне мне все зеленая а это самое а отрыв идешь и потом резкий скачок газа какой-то как будто его на 300 выплевывать потом писаю приведет 555 и все и потом ли не тряски не стука не удара ничего нету за фигня и там аэродром то что-то а ну-ка подожди сейчас я сейчас а вот аэродром суши но ты взлетал уже до самостоятельно конечно конечно поэтому для меня это шоке я тоже поля не могу в чем проблема тут еще вещества может быть подсыпать пензин что-нибудь ну да я в столовой выходил я теперь летает а так и скажи что лошара на ахахахахахаха но с лифи 2 или так и пускай вдруг левее петли я проверю前 тебя а понял я на две будут сажать так в данный момент не прокатило сейчас тут мимо шлепков будем маневрировать сильно там не тормози не я не торможу где там эти шлепки блять на кучу тут наложили всякие блять да 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 где то еще один наверно а нет больше нет это вперед это все включено полбастер включен у тебя температура масла была больше 40 по перезлетам нет у меня все зеленые зоне не не нет но в зеленые это понятно а температуру масла не помнишь сколько было да то есть она должна быть больше 40 40 это как бы прогретое масло можно взлетать ну да 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 у меня было 30 35 30 я это я выруливал пока вырулил туда-сюда у меня уже стало 40 понятно так а как новый самолет то выбрать а чё с ним стоим да я наверно что какой то клавишу нажал мне кажется red по моему кей а все выключил и у меня что-то он не схватывает так верхнее положение м откачку две секунды запуск магнета проверь открыл ли топливный кран и топливный насос включен ли не надо включать вон по мне это разбавление масла топливом так с левой стороны у меня все увеличено все видимо на то верхнее положение а ты карбюратор открываешь так карбюратор это около закрылок уголовно жарки а вверх у радара надо да так как парни от этого вверх обороты п до конца вперед м до конца вверх ну давай запускай когда ты взлетаешь у тебя какой надув 50 не больше не до 50 он не доходит в этот раз не дошло подожди так ты ручку то ну руд свой руд джойстик до упора дал руд до упора нет нет правильно не до упора нужно рудом не оставить да я по 10 я потихонечку вот он ты сам не как сказал 25 30 и потихонечку потихонечку на восьмидесяти отпускай ходу слишком тихонечку короче надо нейтральные короче если не и что то я не могу понять почему он не заводится ты праймер праймером каждый раз когда прокрутишь стартером двигатель надо праймером опять заливать топливо ну да 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 проливка называется да все отлично слушай андрюх вот такая тема может быть я не знаю вот ягода вот так вот у меня двигатель крякал когда я взлетаю да то есть рпо у меня до конца да стоит никогда я взлетаю ну я взлетал может быть на полной тяги и через буквально секунд наверное 10 после взлета двигатель начинал это из-за температуры нет это это происходило из-за того что была тяга полная и рпо до конца потом я короче стало по убирать на 2 700 до вставлять и все и больше к это из-за температуры у тебя было ну вот значит кипел гружок значит он закипал он не успевал убирать наверно получается у него закипает поэтому ну как только из-за этого больше у меня такого ничего не было ну вообще странно если с открытым карбюратором ой радиатором взлетать то не должно но у меня только не должно только сама вот потому что я всегда при взлете взлетел и сразу рпо ставлю на 2 700 чтобы были все четко все летится послуждая температура масла уже 100 градусов в 90 на верхнюю кромку левая не боролись или 2 рулевая почему это а что это оба обороты меньше 1200 не ставь сейчас нормально все будет это походу из-за того что много раз запускал вот сейчас убрал падение там же зеленый зон за там же каждый раз я так понял в двигателе вспышки происходит во время старта от того что двигатель останавливается не запускается то температуру то ну там не выдувается все это все это горячая ну продукт сжигания топлива и поэтому масло быстро очень перегревается она уже не не качается помпы и поэтому насосом масляным и поэтому двигая себя начинается так и перегрева я тоже я заметил что если часто запускать и задержан для машины самые такой тяжелый технически прогрева все эти все теперь главное проверь температуру так ну вот смотрим кул пен масло то блин ничего у меня зеленая зона середина температура общая 40 43 наверно так температура масла говоришь зеленая зона середина это уже это 75 не отель начала начала а понятно значит 50 нет нет не 50 это где-то наверное 60 наверно а ну хорошо 60 тогда температура охлаждающей жидкости поставь обороты полторы тысячи лучше 1300 1300 1200 значит кулант у тебя куда-то поехал тормози все теперь значит включаешь подогревы включаешь она горизонт смотришь там дальше уже по желанию и начинаешь взлетать закрылки у тебя убраны и нет не тормози с надувом прямо давай как можно ну заешь за 4 за пять секунд вода выдавать пол 50 дюймов и все и больше про надув не вспоминай пока не оторвешься смотри главное за скоростью чтобы ручка на себя не было в момент когда скорость дойдет до 80 90 то видишь он отрывается в легкую ладно хорошо побежала шасси надув 40 надув 40 40 температура 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 в норме все а 100 градусов масло нормально нормально оборота теперь плавненько прибирает а 2 700 они не стоят на 300 блин чего на 300 на 30 стоят опять ты скорость теряешь я сейчас сбавляя здесь 2 700 вставлю у меня тогда вся и становится 20 это нормально никаких 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 40-40 надув 40 подожди может я неправильно регулирую что-то я не то выставляю я просто рудом уши уши рудью все регулирую гаста причем к блин надув ты рудом регулируешь обороны регулируешь ручкой рпм обороты ставь ручкой рпм 2 700 самая олег я справа от него подождите меня тогда не настроена что ли блин ты ручку рпм изначально перед взлетом до упора от себя давал почему сейчас не можешь ее регулировать вот я понял у меня это не назначено блин как назначено ты только что регулировал я же мышка выдвигая а понимаешь чем да у меня пейджа трое джаб пейджа пейджа down нажимай коротко коротко смотри на обороты а надув при этом 40 все понял теперь надув 40 надо назначить короче сеть иначе это не дело я не назначал у меня пейджа пейджда вполне удобно так что на ось по левую руку русская клавиатура дальше лежит и каждый раз на нее тянутся это просто надо назначить на клавиши а ну у меня клавиатура под рукой не затрудняет 5 я пиздам надо короче сейчас переназначить иначе надув проверится 40 до обороты обороты весе 2 600 я добавлю 2 700 давай да здесь смотри здесь такая фигня с оборотами нельзя на малых оборотах давать большой надув если поставил обороты 2 700 теперь ни в коем случае не давай надув больше 46 потому что при большом надуве опережение зажигания слишком ранее она здесь так и не понял трудно влево то ведет ты слышишь примера выкрутил от номера да control ты нажал ну и правильно так и должно быть части объясню короче говоря когда ты большой надув даешь на малых оборотах у тебя опережение зажигания становится слишком ранее потому что она непосредственно прикреплена напрямую прикреплено к ручке надува и поэтому в цилиндрах слишком большое давление создается слишком ранее зажигание ну и как на этих на тазах если опережение зажигания слишком ранее можно двигатель но на капремонт попасть или не заклинит то же самое и тут его заклинит двигатель блин а я думаю что это не то блин вы-то привыкся у вас я уже настроена блин ничего не настроена у меня поджар поджидал я и но некоторые вот как пилит а это же по умолчанию до клавиатура меня по умолчанию давно все по умолчанию пара кнопок только на жойстике да ко мне вратами крутилок и пертелок блин княпочек клавиатуру ты должен если ты чувствуешь что что то не то я говорю должен спрашивать потому что я не не понимал вот видишь в чем проблема опытным путем трех аварий до тонко лишь так как ну а можно было бы без аварии обойтись так а я же не знал тупо что это надо рычаг и там же не говорили обучение говорится блин а там сказали выгляни вперед я так думаю что это как для меня это как автомат поскольку здесь все и на электрике на электрике я почему-то но это есть автомат на автомате и все газом рубишь но просто есть режимы смотри например экономичный экономичный режим это обороты 2 400 а надув не больше 35 крейсерский режим это такая но приличная мощность но можно летать сколько угодно это 46 2 700 но я обычно на 45 летаю надув дай примерно 37 и начни набор высоты в сторону найди аэродром начни набор высоты в сторону аэродрома на скорости сто восемьдесят сто восемьдесят миль так конечно все здорово а где аэродром по найду я же это у меня все занимаемся навигацией справа на три часа два с половиной а блин еще на стенке не привык да наблюдаю ну и теперь главная скорость скорость набора это сто семьдесят сто шестьдесят но мы сейчас на 180 пойдем так надо в общем знаете еще надо сесть потому что я назначу все это пиздец на клавишу на джойстик и мне будет удобно все щелкать не надо будет пока тебя никаких проблем не будет пока на этом режиме летаем мы так до конца на нем будем летать и даже упорядки на джингу на тут до 80 как идем 180 до держи скорость я слишком гору поле да посмотри направо да да сейчас там еще икс присоединится походу то что вы от меня уходите 180 сказали а сами 200 шпарейте помни нет а мне 180 кроме того у меня 10 заметь с набором высоты наддув потому что давление атмосферное становится меньше на какой-то высоте и включением второй здесь автоматически включается вторая скорость нагнетателя надо давление так упадет что нам даже на максимальном надуве не получится вытянуть больше 40 дюймов ртутного столба наддува но там надо подметить момент когда переключится нагнетатель вот и убрать наддув а то большой будет так мойка аэродрома я просто не слежу мы над аэродром право сзади он на на 4 а вот отлично периодически разворачиваем 2 разворачивайся на аэродром чтобы от него не улетать и что-то какое какой у вас надув 37 37 да да ёмаё как так почему я от вас отстаю ааааа у тебя надув 37 а обороты 2700 да 2700 да у меня 2600 да у меня 2600 да я даже 45 на дух делаю я от вас отстаю блин обороты таби 2700 я поставил это я серёге я секунду так это добавить это down я буквально до буквально короткими нажатием раз ударила до 2 так андрюха я от вас встаю почему слушай проверю тебя положение смеси на каком на ран или на фулл рич на самом нижнем для самом нижнем самым нижнем а ну понятно поставь на ран ран доставить ты на полностью обогащенный смеси летишь еще бы отстает он имя имя то есть надо было ее выключать потом или чё вот и так что выключать самолет переключает правой клавишей на ран и всего да и летаешь зачем ты фулл рич поставил непонятно я подожди это среднее положение до то среди набран на самый нижний фулл рича самый верхний надо на ран ставить да 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 на ран господи сколько не дергай так резко ё-моё блин давай мы тебе скажем еще раз хором ставь смесь на ран не просто когда я завожу когда я один раз тыкаю она все понятно короче не достаю надо кнопку назначая аллилуйя ему понятно а чем или куда мы летим в космос да мы сейчас будем что парить парни сейчас будем сейчас включится вторая скорость нагнетателя давай перестанем набирать высоту что у нас не включилась теперь давай поделаем вот что давай давай для начала поделаем штопор штопор делаем вот так убираем наддув и смотри я сейчас покажу я буду рядом лететь и пока прямо лети и смотри на меня старайся не набирать высоту да вот так вот отлично смотри я сейчас убираю надув гашу скорость до 120 узлов этих самых миль и как только 120 я беру педаль даю в сторону куда мне нужно штопорной и и ручку на себя до упора и так гашу скорость пошел наверх гашу скорость и так даю правую педаль и ручку и так у меня один виток второй виток третий виток вывожу да ну на фиг это управляемый штопор называется правильно просто штопор не управляемый это только с этим с у вт получится так вас потерял вы там походу высоко да над тобой нет над тобой я даже не знаю как определились по высотам меня видите да я вижу тебя я нет но я видел как ты выровнялся под меня заходил Андрюх вот я над тобой прохожу я еще не привык определять здесь контакты а вижу вижу а где серёга так а серёга я в правом вираже на филдом где-то в районе филда стою а в правом значит он вправо пошел погнали вправо да здесь она не так сильно помогает проверьте надув вторая скорость на питателе включилась так сейчас мы тебя найдем ты над филдом да над филдом тогда будь а вот что у тебя какая над филдом павла 6 сейчас на 4 падая на 4 буду над филдом прохожу значит это у тебя 14000 футов понятно я его вижу погнали за мной тогда давай попробуй попробуй выполнить штопор покрути 2-3 витка потом выход ну выход стандартный ручку в нейтраль и ногу против педаль педаль в обратно без крена без элеронов до элеронами не надо если элеронами в обратную сторону вращения давай то тогда можно в плоский уйти по крайней мере на других самолетах на этом хрен получится но все равно можно ты прям убирай надув и в наборе в наборчике чтобы гасить скорость да 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 у меня уже 200 на 100 заходим что уходит на 100 заходим в бочку а сигнал о чем говорит на том что слишком маленький туф типа шасси выпусти он говорит но забегу тягу полностью убрал это дает сигнал нет ну да он сигнал о том что шоссе не выпустил так начинает такой предупреждал как но завала пошел но что то он не хочет у меня заходить пока ты ручку не давал держишь ну да все 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 выводи выводи слишком спустился но нормально в принципе теперь набирайте высоту непонятное ощущение конечно не управляемо не понимаешь машина как действует динамика вообще другая модель все вообще все по другому да не ожидаю что он делает это тяжелое оно мне кажется очень приятно вот приятная динамика у этого самолета конечно непривычно блин уже чувствуется что действительно что-то серьезное у тебя в руках блин сделай горку до 200 до 180 миль в час на 180 зафиксирую высоту и скорость и поделай влево теперь но не больше двух витков чтобы потеря высоты была не такая большая а то мы с тобой знаешь сколько потеряли мы с тобой километра полтора сейчас потеря ты точнее наш спорил было и тратила меня ты андрюха там байки походу переключать да я переключил уже байки переключать но у меня топливо еще не кончалось если будут перед если двигатель начнет затихать потом опять ну то есть такие перебои в работе двигателя затихает потом опять что отработать это значит топливо кончается надо будет срочно переключать бак а вообще лучше конечно следить но у меня с топливом пока все в порядке у меня еще 30 галлонов выкинул его опять у него интернет поспал ну да андрюх мне вот такие нравятся штопоры смотри видишь меня я под правом крыло нет не вижу под правом крыло вот под тобой прихожу все сзади я сейчас погоди погоди вижу вижу давай вот вот мне вот такая вот нравится штопоры эх скорости мало выводить сейчас тоже скажу что я справа я вижу тебя ну короче когда на скорости да я понял и в жюки начинаешь как вертолет крутится короче смотри какой сейчас тебе покажу давай я на под тобой прям давай делай ахахаха я впереди тебя сейчас я его хочу в плоский увести смотри-ка не хочет ладно дубль 2 я знаю как его в плоск в плоский увести так а ты где я вот к тебе подхожу справа выше ага понял вижу вот смотри я буду делать его из горки вот вот сейчас получится пошел 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 и вот смотри ага вижу сейчас он у меня еще немножечко поднимет нос не не хочет поднимать так дубль 2 тогда тогда левый сейчас буду левый вот смотри видишь меня где ты вот прям перед тобой прохожу смотри блин не в ту сторону закрутил блин доем о он типа вот такой вот смотри ух ты ух ты ладно я вот такие люблю вертолетом я сзади слева слева а вижу вижу смотри а а чё-то не получается сейчас в плоские его увести мы и высоту потеряли а но в принципе в принципе можно как-то ну точнее я пел меня получалось но он видишь он крутится в таком обычном штопоре немножко так крылышки не заворачивает вот но но у меня получалось так что нос почти что по горизонту шел о блин круто да да я в обе так любил вообще делать вообще меня так прикалывает а вот это смотри так я тебя немного потерял но вот я слева сзади видишь а а а а сейчас еще будет смотри а теперь влияло а Угу, прикольный разворот Угу, такой прям как в Роффе почти Попробую сейчас еще этот сделать, Hammerhead Через голову Запнулся он, но почти, да, у меня криво Но все равно нормально он вышел У меня инструктор в аэроклубе делает вот такие штуки Сейчас, и... Оп, круто, да? Прям четко такой разворотик Угу Да Да, он у нас, вон, на 10 Ага Скорость 210 230 Какой надув? Надув Оборудую 700 Скорость 240 Надув Ставлю 20 Я тебя догоню Догонишь Догонишь Налево пойдем Завожу Завожу на посадку Закрылки 20 Ну, на глиссаде Вот, на глисаде Надув 25 Закрылки на 40 Угу Закрылки на 40 Рябова Пирог Закрылка Угу Ага Греб Угера Налево Угу 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 а обороты какие? 2700 ты меня обгоняешь сажаемся ой 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 подскочил я нормально притормаживаю не вижу тебя а ты нормально опять эти шлепки не вижу тебя не вижу тебя притормаживаю а ты нормально рат free что ты притормажешь